Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я рассмотрю два процессора от Intel, сравнивая модели i5-9600K и i7-9700K. Сможете узнать главные параметры, их эффективность и производительность в различных играх. Оба варианта мощные, а если рассматривать их с точки зрения ценовой политики, то намного дешевле получается i5-9600K. Актуальный прайс можно посмотреть в магазинах по ссылкам в описании к видео. Если видео будет полезным, оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал и получайте свежие уведомления о новых выпусках. Поехали! Оба процессора топовые, одни из лучших в своей линейке. Микроархитектура не отличается, использована продвинутая база Coffee Lake Refresh. Сокеты идентичны, как и потребление тока. В чем же отличие, спросите вы? Все дело в характеристиках и производительности. Основные отличия моделей в количестве ядер. Оба камня не обладают многопоточностью. Вариант 9700K имеет на два ядра больше, а Turbo Boost позволяет ускорить процессор на 300 МГц, что на 7% выше модели 9600K. Обозначение K указывает на разблокировку множителя и возможность разгона. Техпроцесс идентичен у обоих чипов, а в результате большего количества ядер у 9700K он лидирует по всем уровням кэш-памяти, поэтому преимущество получает восьмиядерный камень. Отличия между процессорами не сильно большие. 9600K – отличный чип, особенно при правильном подборе материнской платы и видеокарты, но вторая модель обзора шустрее. На практике шестиядерник выдает высокую скорость, которой достаточно для многих современных игр с максимальными настройками графики, даже небольшим запасом производительности. Что ж, зная особенности моделей, следует переходить к тестированию в играх. Забегая вперед, скажу, что все игры запускались с максимальными параметрами графики при разрешении 1920х1080 и 2560х1440 в базовой частоте процессоров. Оба чипа работали в паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 и материнской платой ASRock Z390 Tai Chi. Assassin's Creed Odyssey – игра в жанре RPG-экшен, создана компанией Ubisoft Quebec. Относится к 11-й игре Assassin's Creed, а ее релиз был в 2018 году. Все события происходят в Древней Греции, в период Пелопонесской войны. Геймеры могут выбрать одного из двух героев. Игра ресурсоемкая, но процессоры неплохо справились с нагрузкой. В этом экшене по среднему показателю лидерство получает чип 9600K при разрешении Full HD, но при увеличении картинки 9700K перенимает преимущество в свою сторону на 3,5%. В процессе игры существенного отличия не ощущается. Far Cry New Dawn – шутер от первого лица с открытым миром от компании Ubisoft. Событие происходит в округе Хоул. Главный герой попадает в место, где 17 лет назад был ядерный взрыв. Игра 2019 года обладает красочными пейзажами, отражением реального мира. Главный герой без имени, просто капитан. Оба чипа отлично себя продемонстрировали, практически не отличаются по количеству кадров, и просадок я не заметил. Однако улучшение разрешения способствовало изменению частоты кадров, но она не была менее 65 кадров. GTA V – легендарная игра с открытым миром, которая уже 15-я по счету из всей серии. Действие в вымышленном штате, а сюжет основан на трех персонажах с различной историей. Управление от первого и третьего лица со свободным перемещением на любых средствах передвижения. Особенность в том, что геймер может сам переключить героя в любой момент для прохождения заданий. В игре оба камня почти одинаковы, больших изменений не происходит, но лидерство в 2,3% занимает 9700K при разрешении 1920 на 1080 точек. Хочу напомнить, что увидеть актуальные цены и возможность купить описываемый процессор вы можете через ссылки, которые я оставил в описании. Metro Exodus – шутер от первого лица разработки украинской компании 4A Games. Дата выхода – 2019 год. Весь сюжет основан на романах Дмитрия и продолжает сюжет двух предыдущих серий игры. Все действия происходят на постапокалиптических картах 2035 года, где геймерам нужно бороться с мутировавшими существами и людьми. Как и в других тестах, существенной разницы между чипами не видно в ходе геймерского процесса. Оба чипа работают примерно одинаково, но справляться с нагрузкой им уже не так легко, как с другими играми. Shadow of the Tomb Raider – очередная серия приключений Лары Крофт от компании Eidos Montreal, анонс которой был еще в 2018 году. В этой версии героиня ищет артефакты на мексиканском острове, где у нее будет много сложностей, битв и других противостояний. Процессоры отлично себя показали, у них высокая частота кадров, но в некоторых случаях по среднему показателю 9600K превосходит восьмиядерный камень. Изучая технические характеристики процессоров, можно заметить в них разницу, однако в играх изменения минимальны. Тем не менее, пальму первенства занимает Intel Core i7-9700K. Оба варианта производительны и подходят не только для гейминга, но и решения сложных вычислительных задач. Они подходят еще для обработки видео, пакетного редактирования фото. Отмечу, что выбирать процессор по методу «чем мощнее, тем лучше» – это неправильный подход. Важным фактором будет стоимость, поэтому многим подойдет 9600K, который сбалансирован, обладает оптимальной производительностью без большого избытка. Как оказывается, шестиядерник достойно себя показывает, для сборки игрового ПК подходит не хуже обозреваемого соперника, а в некоторых параметрах превосходит его. Многое зависит и от разрешения экрана, видеокарты. Цены на чипы я оставил в описании под видео, в магазинах их можно сразу купить, подобрать другие комплектующие. Рекомендую остановить выбор на i5-9600K, поскольку он существенно дешевле, почти не уступает более дорогому аналогу. Оба процессора поддаются разгону, что позволяет увеличить скорость их работы за счет повышения тактовой частоты, а это дает абсолютно иные результаты тестирования. Оставляйте свое мнение в комментариях по поводу чипов, нужно ли их покупать сейчас или лучше отказаться от приобретения в пользу других моделей. Я всегда беру во внимание ваши отзывы, на основании них провожу новые обзоры. Если ролик оказался полезным, мне приятно будет видеть ваши лайки. Не забывайте о колокольчике, чтобы подписаться на канал девайса и быть в курсе новых выпусков и обзоров. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok